Давайте вместе наводить праздник на футболе, делать нашу поддержку самой лучшей. Нам не страшен грома звук, если есть... Кто, Вася? Кипр, Рыжи, Нинь, Камень. Сколько Казань стоит? Казань, 2500. Я еще раз говорю, если надо помогать и помочь, я всегда... То это только позови. А сейчас все раздробились на мелкие пучки, каждый хочет выделиться то перфом, то еще чем-то. А нужно как раз делать единую трибуну и действовать едино. Теперь о технической составляющей данного конкурса. Паш, привет. Привет. Давно не виделись. Не так много, как хотелось бы. Да, ну ты расскажи, где был, как провел межсезонье свое. Ну что, два месяца почти пролетели уже. Уже начинается новый чемпионат. Не успел время пролететь, как будто только вчера чемпионат Европы начинался. Вот, и заканчивался. Паш, ну, наверное, вопрос такой, что планируется на этот сезон. Эта серия будет выпущена перед чемпионатом, перед Лигой Европы. Первое, мне хотелось бы скорее узнать, что нам ждать от команды. Потому что мы уже обсуждали в том году, этот момент поднимали, что у нас, к сожалению, очень ситуативная поддержка. И команда выступила, например, в том сезоне, ну, отвратительно. Конечно, попали в Еврокубки, но пятое место это абсолютно не то место. Но мы как раз проводили в предыдущей серии вопрос, пятое место Еврокубки, либо это все говно. Да, да, можно сейчас уже... Да, конечно, говно, потому что команда должна бороться только за высшие места. Вот. Если тебе расскажем все, тогда неинтересно будет. Пускай люди придут, да, конечно, удивим. Сейчас очень много думаем на тему именно звука, да, потому что визуально, визуально по перформансу в том году достаточно сделали, да, круто, удивили трибуну. То, что перформанс на сетке, это все здорово. Будем стараться разнообразить именно визуалку и обязательно звук. То есть сейчас работаем мы усиленно по звуку. Думаем, экспериментируем, как, что. Информативно будем обязательно освещать всех, в том числе через дневник фаната обязательно. Будем вовлекать всячески в движуху именно, стараться народ вовлечь в процесс, чтобы людям было интересно, чтобы люди приходили на «Спартак» не просто отбывать номер, а чтобы им было интересно участвовать в этой движухе. То есть приходить, шизить со всеми, участвовать в визуальных шоу, каких-то там, может быть, перетехнических и т.д., да, участвовать в звуковой поддержке обязательно, потому что звук, к сожалению, хромает. Это сейчас самая большая наша проблема, то, что, к сожалению, звук – это у нас сейчас слабая сторона. Носковское лето. Нормально, лето, пацаны. Хорошее лето! Ха-ха, блядь. Корочащая уго... Нам не страшен грома звук, если есть. Кто, Вась? Пиздатый друг, здорово. Здорово. Так, ну что, едем в Сокольники? Я начал снимать сейчас. Да. Куда едем, Вася? В Сокольники, братишка. Мы уже в Сокольниках. Короче, да, мы уже в Сокольниках. Сейчас будем записывать одного человека, которого многие, в принципе, знают. А Вась у нас будет выступать в роли соведущего. Как нам, мисс Бардак, да, Вась? Стесняется еще чуть-чуть, блядь. Пока что. Всем привет. Привет, Леш. Хотелось бы узнать твое мнение насчет трибуны нашего. Что сейчас изменилось по сравнению с эпохой лыжников, так скажем. Что стало лучше, что стало хуже. Что хотелось бы добавить? Ох, ну вопрос достаточно тяжелый, потому что я немного отошел от этого дела. Сместился, если смотреть с поля, чуть влево. Поэтому. Не, сместился влево именно по отношению чуть в поле. Не более того. Ну, мне кажется, какой-то драйв и энтузиазизм пропал. Вот что-то не хватает, чего-то не хватает, а чего понять нельзя. Раньше там была какая-то определенная харизма у одного из самых первых ведущих. У второго вроде тоже была хорошая харизма. Не скажу, что у Паука ее нет, но вот чего-то не хватает, чтобы завести народ. Руковая поддержка, как тебя? И вообще, звуковая поддержка на новом стадионе, да? В Лужниках все-таки это была своя тема из-за дальнего расположения трибуны к полю. Сейчас располагаемся поближе, но многие все равно жалуются. Как думаешь, проблема именно в стадионе, либо в том, что многие люди просто не поддерживают, не шизят активно? Думаю, как раз многие люди не шизят, потому что, скорее всего, эпоха наша, хотя она еще и не ушла, это те люди, которые от сердца все это пели, именно пели. А сейчас осталось очень мало. Стало много ходить людей, которые просто, наверное, понторезют больше. Именно стало, просто стало мало народу петь. Я даже сейчас сам наблюдаю и на выездах, и везде. То есть люди не поют, люди не знают вообще песен, кроме хлопков, которые, ну, это, как говорится, хиток, больше ничего не знают. Так, в принципе, на стадион, когда приходишь, много с кем видишься, здороваешься, людей в лицо узнаешь. Ну, если честно говорить, я всех знаю, потому что я участвую в жизни нашего клуба буквально во всем, начиная от матчей выездных и домашних, и заканчивая от турниров всяких. Поэтому многих знаю, да. Многих знаю я, многие подходят, здороваются, знают, не знаю из-за чего. Ну, и появляются молодые девушки, особенно. Наверное, вспоминают, как ты заводил трибуны, когда была тишина. Как ты психовал и взрывался? Да, но и составлял, можно сказать, своими. Вот, возвращаясь к предыдущему вопросу. Наверное, все, которые раньше ходили, они как раз болели сердцем. И они показывали новые шмотки, которые они купили или не делились покемонами на трибуне. То единение, которое было, оно было, конечно, потому что это было начало всей движухи. Поэтому и было такое единение, потому что все старались на общее дело. Сейчас все немножко более раздробилось. Как ты хочешь это выделиться, то перфом, то еще чем-то. А нужно как раз сделать единую трибуну и действовать едино. Так, видно с дорожки, что не все люди активничают на секторе. То есть кто-то не поднимает руки, да, там, во время прыжков кто-то не прыгает. Я понял. Вот, наверное, ты, знаешь, попробуй передай твоя энергетика, которая тебя прет на каждом матче, да, как будто, бля, не знаешь, как будто ты употребляешь. То есть он тебя реально распирает. Будь здоров как. Вот, морской секрет, наверное. Такого секрета? На самом деле, опять же, все касается эмоций. Надо поскучить немножко эмоций. Даже если ты там миланхолик и тебе очень скучно, на трибуне надо раскрыться, раскрепоститься и шизить от души. И шизить эмоции с эмоцией. Все равно, летим, не летим. Ты поедешь домой через полтора часа в электричке, метро на машине. Все, будешь эмоционально опустошен. Вот, что должно быть. В первую очередь, конечно, хотелось бы поговорить о голосовой поддержке. Она у нас настолько унылая и безэмоциональная, что такое ощущение, что мы, как и игроки, пришли номер отработать. Всего 90 минут, которые мы можем пошизить. И просто надо держать постоянно в голове эту мысль, что твоя шиза безэмоциональная. Добавь в нее эмоции радость, и звук будет развлекаться вообще совсем другой. Он будет гораздо ярче, гораздо громче и насыщеннее. И когда мы, если это будем делать единым фронтом, у нас заворотка-то огромная. Ну, да. Тогда вот, тогда будет шиза на уровень выше. И все это почувствуют. Тот, кто будет шизить, и тот, кто будет потом слушать это с телевизора, с другой трибуны и так далее. И это будет заряжать на еще больше, давать еще больше раж давать. А так, конечно, там эти на поле еле шевелятся, мы на трибунах еле шевелимся. Ну, и в итоге дерьмо на выходе. Это получается дерьмо, да, на поле. Если мы будем видеть то, что на поле они рубятся, то нам, в принципе, и поражение 4-0, нам будет на это плевать. Потому что мы будем видеть рубку, мы будем видеть характер. А если этого не будет, и будет эта вот возня и паспорт Орюх назад, то есть вечная, то, конечно, многих опускаются руки, но я советую всем, блин, все насилие. Эмоции, эмоции, эмоции. Коротко про Евро-2016. Не было, насколько известно, да, но со стороны наблюдал наверняка. События футбольные всем известны и понятны, но и про события, которые произошли возле стадионов, так скажем. Ну, мне нравится, что наша сборная дошла до плей-офф. Это про это говорят, да? Но я еще раз говорю, если надо помогать и помочь, я всегда... Только позовите. Ну и были же уже моменты в прошлом сезоне на выездах, когда ребята наши не могли приехать, кто-то или что-то. Конь заставит. Конь это не конь, чтобы, да, все кто не понимает. По-разному, 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 те, кто знает, по-теме. А вот что, прошел, что ли? Блин, что ты не увидел? Ну, не знаю. Евро говно, на самом деле. Если бы, правда, не наши ребята, то и точно смотреть не было. Не смотрел практически ни одного матча, потому что не было интересно. Смотрел матч, который наши болельщики, наша команда болельщиков провела в первом туре. Вот этот матч смотрел от начала и до конца. Понятно, Гоша. Спасибо тебе большое за интервью. Будем надеяться, что в этом сезоне будем наконец-то все вместе завоюем чемпионство. Так что давай, подтягивайся по возможности. Я один раз могу подтянуться. Даже отжаться. Все, ладно. Все, давай, Вася, спасибо тебе. Ребята, мы с Фратрии. Смотреть, что у них там нового. Лен, привет. Привет. Здорово. Здорово. Смотреться на выступление, как раз на футболочек. Как раз и в начале вашего сезона. На тебе сейчас футболка нового, да? Новая коллекция? Да, вот как раз одна из новых футболочек. А покажите, что еще будет откроем зрителям? Тайный мой. Вот. Вторая футболочка. Да, но обновление. Помимо этого еще же будут, да, какие-то? Ну ладно, остальные не будем тогда показывать. Да, ждите, ждите. Ну вот, уже скоро 28 число. Езжайте обязательно, все, кто имеет возможность. Обязательно Спартак поддерживайте на выезде. Приходите 31 числа на матч с Арсеналом. Давайте вместе наводить праздник на футболе. Делать нашу поддержку самой лучшей. Также хотелось бы добавить, поддерживайте проект Дневник фаната. Наводится реальная движуха. Можете узнать много нового из жизни Ультраса и фанатизма вообще. Привет. Мы объединяем конкурс. Фу-то и верь. Парни, здорово. Объявляем конкурс, видеоконкурс по предприятиям. Всем привет. Нам катастрофически не хватает рук. Блин. Какая-то жильеще. Всем привет. Впереди нас ждет новый сезон. Впереди нас ждет новый сезон. И мы, естественно, работаем над нашим проектом Дневник фаната и стараемся его сделать лучше. В связи с чем мы объявляем видеоконкурс, если так можно назвать, на будущий сезон. Что нам нужно? Впереди будет определенное количество выездных матчей, где не всегда получается нам ездить, снимать и участвовать в этих выездах. Поэтому все те, у кого есть видеокамеры, фотоаппараты, которые снимают видео, там, GoPro и так далее. В любом случае видео не должно быть с трибуны, а именно в городе. То есть чем живет город, когда туда приезжает футбольный пункт в Спартак Москва? Глазами фаната, всю атмосферу передать максимум. Снимать нужно в поездах, в автобусах, в самолетах, в машинах, в электричках, в любом виде транспорта, на котором вы добираетесь до города. Теперь о технической составляющей данного конкурса. Есть несколько условий. Первое. Видео должно быть обязательно в горизонтальном положении, не вертикальном. Как же сказал Миша, видео не надо нам снимать на трибуне, на трибуне нужно заниматься поддержкой. Видео желательно нам присылать не позднее, там, двух дней после окончания матча, выезда. То есть чем быстрее вы, если вы сможете присылать, тем быстрее будет выпускаться, там, монтироваться выпуск. Более подробное описание конкурса будет по ссылке снизу в наш паблик. Весь материал будет просматриваться и в виде конкурса отбираться. Победитель конкурса получит возможность принимать участие в развитии нашего проекта и, в принципе, движения в целом. Всем спасибо, ребят. До новых встреч.